О, неужели уже утро? Где это я? Я что, в кровати? О боже, я что, успел пожениться, что ли? Ну и бурная женочка была, приснится же такое. О, давай, вставай, кальмар. Что? У меня есть дети, что ли? Хо-хо-хо, не может быть. Не может быть. Откуда у меня дети? Я же кальмар. Ой, всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать, мы продолжаем играть в Акта-дядю. Короче, наш осьминог прошлой серии успел пожениться. И это ему не приснилось, мы реально завели семью, прошло уже какое-то время. Как же меня достал ты звонить? Все время, все время звонишь, звонишь. Короче, иди нафиг в будильник. Так, что у нас здесь? Так, какая-то одежка. Что, наверное, надо одеться, да? Какие-то рубашки жена купила, какие-то никчемные. Ладно, выброшу. Рубашки, да ты издеваешься. Так. О! Какая-то ерундовина. О, галстук, е! Самый лучший в мире папочка. А-а-а, как же меня бесит это утро. Ладно. Надо отправляться на кухню. Меня ждет большой ворох проблем. Семья. Детей надо в школу отвезти. Гляди, папа проснулся. Доброе утро, пап. А-а, доброе утро, дети. Баба, а мы будем летом строить... Ты хочешь сказать, дом на дереве? Хм, нет, принцесса и чародейки живут в замках. Какой дом на дереве? Я что, по пьянке такое только обещал? Да, дети, давайте потом. Мне нужно... Только... Мыться. Или что мне надо сделать? Если положить на него палец и включить, то можно увидеть кости в пальце. Классно. Дети, о чем вы там балакаете? О, боже, ты мой. Что мне надо было делать? Дети, вы меня слишком сильно заболтали. Так, надо идти на кухню. О, ты наконец проснулся. Доброе утро, Соня. О, да. Привет, жена. Спасибо за прекрасный ужин. То есть завтра. Пока ты сидел в своей берлоге и сфотографировал... Я сфотографировала кое-какие странные огни. Это, наверное, был спутник или без... Эээ, но знаешь. А если нет? Сфотографировала. У нас же где-то было еще, верно? Что было? Эээ, стой, это же мои родители прилетали на день свадьбы. Ой, то есть ты не должна знать, что я кальмар. Напоминайте, что через две недели я уеду в командировку. Ну, хорошо, уезжай себе, жена, господи. Так, кофе, где мое кофе? А, ну дашь чайник. Давай. Кофеварка, что с тобой такое? Так, главное не запалиться. Прошло уже несколько лет. Но жена не знает, что я кальмар. Но может она что-то подозревает. Где же мой пакет с кофе? Давай. Как тупое щупальце, сам своим телом не научился пользоваться. Куда это? О, отлично. Все, давай. Пока кофе варится, принесешь Стейси молока? Я скоро вырасту до 13 метров. Дочка, зачем тебе быть такой большой? Ой, вот дерьмо. Меня жена спалит, что я кальмар. Сейчас подойдем. Так, молоко, вот оно. Ой, как люди такую гадость-то пьют. Я кальмар этого ни хрена не понимаю. Дочка, я несу тебе молоко. Та-ра-ра-ра, пара-ра-рам. Так, ну что, доченька? Я принес молока. Извини, по дороге оно все пролилось, так что тут немного осталось. Так, где твоя чашка? Папа, откуда берутся радуги? Доченька, я не знаю. Почитай какую-нибудь книгу, вам что в школе не объясняли на окружающем мире, откуда радуга берется. О, спасибо за молоко, пап. А, да куда? Стакан был в руках, а я его тут ищу везде, повсюду. Сразу сказать не могла. Я сделал тебе кофе. С морской солью и соусом тартар. Это великолепное. Спасибо большое. Все-таки, походу, ты подозреваешь, что я осьминог. Ты не знаешь, где можно найти? М1, приделанный под электропровод. Так, что жена задумала? Я не понимаю, что задумала эта жена. Это сюрприз. Ой, тихо, гамбургеры горят. Так, дети, вы давайте пока это поедите. Котлетосики. А, ну да. Надо же котлету в бургер положить. Зачем? Какие бургеры? Не могли бы просто выпить того же кофе. Такой же, что и я пил. Но они же скажут гадость, что же соус тартар там делает в кофе. Мам, папа сказал, что можем посидеть на заднем дворе. Так, и работаю в пушистой газонокосилке. Косилка. Дочь, не смей лезь на косилку, и то от тебя будут такие же щупальца, как у бати потом. Слышь, мама, я ничего не такого не говорил про газонокосилку. Спасибо, пап. На вид очень вкусно. Кос должен быть просто шепчет, что волшебный. Да, дети, кушайте, кушайте. А я пока пойду в саду какую-нибудь херню поделаю очередную. Ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Давай! Опа! Шикарно. Да как они рубят-то эти дрова, я еле-еле рублю. Зачем мне жена дает такие дерьмовые задания? О, черт. Нет, мои цветы! Так, жена, успокойся. Ничего, вырастят. Ты же знаешь, что у меня сми ножи щупальцы. Мы же вроде как занимались любовью. Вроде у нас появились дети. Ты должна знать, что у меня ого-го, какие еще щупальца. Гном всегда меня выбешивал. Что за звуки там такие? Опа, потом не кормит муравьев. Черт, тупая дверь. Я когда-нибудь ее точно сломаю. Если что, дорогие друзья, кто до сих пор не понимает, зачем я так это озвучиваю и, типа, почему вообще что происходит в этой серии. Ну, смотри, мы решили выбрать... То есть, я решил вообще немножко изменить прохождение. Пусть будет очень весело и прикольно. Типа, тут мы будем, так сказать, озвучивать этого осьминога по-своему, что-нибудь по-своему комментировать. Якобы, как будто это не я комментирую, а осьминог. Покосили траву, пора приступать к скворечнику. И все обязанности только на меня падают. Дорогие зрители, спасайте меня. Теперь тебе не уйти, осьминог! Что? Какого мать его черта? Я тебя скажу! Сука, повар, успокойся! Откуда ты знаешь, что я вообще осьминог? На, получай, сука! Дорогой, что там происходит? О, жена, ты даже не представляешь, что тут было! Все хорошо. Ну ладно, у меня есть сюрприз для всей семьи. Бесплатная поездка в аквариум! О, нет, не надо, не надо! Я знаю, что ты считаешь, океанариум грязный, но мне нужно писать статью в газету. Ты можешь один раз сделать исключение. Ради меня? Продукты? Нам нужно съесть за продуктами. Нам нужны хлопья на завтрак. Для детей. Правильно, дети? У нас же уже есть хлопьев! Нет, нам нужно много хлопьев! Значит, решено. Мы все едем в магазин. Я хочу хлопья, пиццу, газировку и шоколадное молоко. А я хочу яблоко. Странно, это дети должны хотеть, но никак не маманя. О, ма гад. Ну что ж, дорогие друзья, приехали мы в магазин. Продолжим мы в следующей серии дальше играть. Сегодня было довольно-таки очень весело, интересно и прикольно. Сегодня появился некий повар. Повар, который пытался нас убить и сделать из нас суши по полной программе. Хотел реально из нас крутить прям самые настоящие суши. Но мы вроде как его победили и приехали в магазин. Дело осьминога продолжится в следующей серии, дорогие друзья. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. Надеюсь, вам понравился такой формат прохождения. В принципе, было даже очень необычно. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok